В столице стартовал учебный курс по расследованию преступлений против журналистов. В фокусе внимания право на свободу слова в построении и поддержании демократического общества. Обзор рекомендаций ЮНЕСКО для государственных обвинителей по делам о преступлениях против журналистов. В программу входит 11 сессий, дискуссий и презентаций. А по итогам трехдневного курса участники получат соответствующие сертификаты. В данном мероприятии участвуют сотрудники. Органов прокуратуры, внутренних дел, судей, а также представителей средств массовой информации. В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы по ведению следственных действий по таким видам уголовных дел. А также принятие процессуальных решений. Тренинг предоставит хорошую площадку для обмена мнениями между правоохранительными органами и средствами массовой информации по обеспечению свободы слова, верховенства права, а также защите прав и свобод граждан. В процессе диалога участникам была представлена презентация, продемонстрирован передовой опыт. Это очень большой опыт участвовать в таких мероприятиях. Они дают не только информацию, знания именно в процессуальном порядке, но еще более в обзорном. Потому что мы как бы сегодня первый день и за первый день я узнала все-таки разницу. Все-таки свобода слова это не только самовыражение именно словесного, нормального состояния, но и свобода слова может выражаться через искусство, через музыку, через литературу. Это тоже. Но свобода слова она тоже чревата своими определенными последствиями. Потому что человек, когда он выражает свое выявление, свое желание, свою речь, он должен немножко все-таки чтить какие-то определенные рамки. Не выходить за пределами общепринятого и закона. Потому что это имеет не всегда хорошие последствия и какие-то плачевные, плохие тоже. И этим должны руководствоваться те официальные лица, к словам которых прислушивается общество. Семинар продолжится до 11 августа. Окончившие учебные курсы получат соответствующие сертификаты.